Итак, глава шестая. В жизни, если мы сопротивляемся чему-либо, мы всегда от этого страдаем. Даже если мы принимаем, то это нас перестает беспокоить. Как-то вечером после наших занятий учитель объявил, завтра Жигми, Улар, Лапсанг и Гялва идет за продуктами в деревню. Гялва, ты за старшего. Еще утром перед открытием храма вы будете стоять перед храмами с чанами для преподношения от прихожан. Очень рано утром, когда было еще далеко до открытия храма и утренней молитвы, меняя Жигми, разбудил Гялва. Оказывается, перед тем, как выйти из храма, мы должны были подстрижены и вымыты. Монах на улице – это лицо нашего монастыря, поэтому, выходя из монастыря, монах должен быть чисто вымыт, монах должен быть примером для подражания для обыкновенных людей, сказал Гялва. Поэтому тщательно умойтесь, почистите свою одежду и свою обувь, я буду ждать вас у входа в монастырь. Для многих людей раннее утро является единственным свободным временем для прихода в монастырю. А еще именно ранним утром, по покровам ночи, люди в знак благодарности приходят в монастырь продукты питания, одежду и деньги. Почему? Дело в том, что в китайском Тибете люди, делающие преподношения в храм, могут подвергаться преследованию полиции. Их могут лишить работы и подвергнуть насилию. Вот и происходит все ночью на свой собственный страх и риск. Разговаривать с монахами во время пожертвований нельзя. Можно разговаривать лиц со старшим, но почему-то наш старший отошел по-маленькому. Очень зря. Мы встретили, мы выстроили шеренгу, где я был первый, и потом еще два и замыкал все Жигме. К нам подошла очень молодая женщина с двумя своими дочками, очень молодыми, очень красивыми, хорошо одетыми. Каждому из нас она положила при подношении чай, после чего одна из ее дочерей остановилась рядом с Жигме и начала с ним говорить. Хотя этого нельзя было делать. По уставу монастыря она не только с ним разговаривала, еще покрутилась перед ним, показывая свой наряд. После этого со всего размаха обняла нашего несчастного, одновременно счастливого Жигми, рассылывала ее в обе щеки. После этого они ушли. Уже через несколько минут пришел Геалвал, не задавал вопросов, но никто ему ничего не говорил. Но Жигме не было лица. Он так расстроился, перестал улыбаться, весь почернел от внутреннего переживания. Он полз сзади всех, когда мы шли после утренней молитвы в город, на него не обращал никто внимания, весь и целиком был погружен в себя. Что с тобой, Жигме? Влюбился, пытались мы шуткой подбодрить и подзадорить нашего весельчака, но он молчал, не отвечал на вопросы. Купив все необходимое на рынке, мы отправились обратно. Жигме все время плакал, мы не на шутку перепугались и начали спрашивать, что с ним. Но он отворачиваться и не хотел ни с кем разговаривать. Так мы были друзьями, вечером Жигме все рассказал. Когда он был ребенком, эта девочка жила по соседству с его родителями в деревне, откуда он родом. Но со временем они переехали в город, и вот сейчас, увидев его, она очень удивилась, так как не знала, что он монах. Когда они были маленькими, то очень дружили и любили друг друга. Зачем мне быть монахом, если я хочу быть обыкновенной жизни? Хочу заботиться о женщине, зарабатывать деньги, хочу хорошо одеваться и питаться, не хочу жить по режиму, а быть свободным. Будда говорил, что быть монахом – это путь к свободе без страдания. Я чувствую, что у меня все наоборот. Я ее так любил и так люблю, говорил Жигме и очень плакал. Наш учитель собрал нас вечером. Конечно же, он все знал о Жигме, рассказал нам историю. Жигме, у тебя недавно болел зуб, не так ли это, да, учитель? Когда он у тебя болел, тебе хотелось его потрогать и поковырять? Потому что казалось, что станет немного легче, да, учитель? Тебе от этого было легче? Нет, учитель, у меня от этого он болел еще больше. Конечно, когда человек конфликтует и сопротивляется, у него всегда происходит обострение. Твой зуб перестал у тебя болеть, когда ты сдался и спокойно лег, отвлекся от боли. Так и в жизни. Если мы сопротивляемся чему-либо, мы всегда от этого страдаем. Если же принимаем, то нас перестает это беспокоить. Ты, Жигме, уже монах и дал обет, не сопротивляйся этому, а просто прими. Так и скажи себе, я это принимаю, это часть моей жизни. Если ничего не может поменяться, не сопротивляйся, прими и получай от этого удовольствие. Это обыкновенная жизнь, просто принимай. Я понял, учитель, спасибо, как мне ее забыть? Время и расстояние стирает воспоминания. На этом история с Жигме закончена. Вероятно, он принял себя монахом, так как больше никогда он не говорил на эту тему. Скажите, интересная книга? Вот такие две страницы этой книги я прочитал. Книга интересная, она затрагивает вопросы любви, затрагивает вопросы, наверное, каких-то внутренних качеств человека. Она добрая, знаете, она про детей, наверное, переживания такие очень необычные. Как можно приобрести книгу? Вы можете перейти прямо с этого сайта, нажав на кнопку сверху над этим видео, которая называется «Книги Дуйко». И приобрести эту книгу. Она с сегодняшнего дня продается.